Субтитры делал DimaTorzok Специфический турнир, поскольку после основных партий, в том случае, если они заканчиваются в ничью, а контроль времени в основных партиях 120 минут на весь поединок каждому из участников, с автоматическим давлением 10 секунд после каждого сделанного хода. Так вот, если эта партия заканчивается в ничью, тогда назначается Армагеддон. Причем, если выигрываете в основное время, то есть основную эту партию, то получаете 3 очка, а проигравший ничего не получает, 0. Если же партия заканчивается в ничью, то стороны получают по одному очку, а еще пол очка разыгрываются в рамках Армагеддона с контролем времени 10 минут у белых и 7 у черных, с добавлением 1 секунды после начиная с 41-го хода. При этом, разумеется, ничья в пользу черных. Ну, собственно, о составе турнира, я думаю, вы знаете, а кроме того, можете с ним лишний раз ознакомиться, посмотрев, как закончились партии предыдущего первого тура. То есть, Магнус, Карсон, все партии закончились в основное время в ничью, скажу сразу. Это весьма уже такое традиционное явление на этом турнире. Так вот, Магнус Карсон выиграл Армагеддон черными у Дины Лежения. Хикару Накамуру, на самом деле, Магнус Карсон сделал ничью с Дины Лежением, но это ничья на сильной победе. Хикару Накамуру выиграл Укруаны в Армагеддоне черными, ну, а Рамеш Бабу Прагнанатка выиграл белыми у Лерезе Фируджи. В результате лидеров стало трое. Магнус Карсон, Хикару Накамура и Рамеш Бабу Прагнанатка. И вот во втором туре двое из числа лидеров, а именно Карсон и Накамура, встречались между собой. Это был, безусловно, центральный поединок всего этого дела, то есть второго тура супер-турнира. Ну, а что касается поединка Али Резе Фируджи с Фабианом Каруаной, то он представлял, конечно, немалый интерес, но встречались между собой в нем аутсайдеры. Те шахматисты, которые свои Армагеддоны проиграли, сыграв первоначально в ничью основные партии. Ну и, наконец, Дин Лежень. Он Армагеддон проиграл, а Рамеш Бабу выиграл. Так вот, Дин Лежень, действующий чемпион мира, встречался с Рамеш Бабу Прагнананхой. Ну, собственно, после вот этого небольшого вступления я приступаю, собственно, к тому, как проходила борьба. Начну, разумеется, с поединка между Магнусом Карсеном и Хикаром Накамурой с первой партии, медленной партии, в которой Магнус сделал ход с Е2 на Е4. Он по-разному, конечно, играет. Соперники много раз встречались между собой. Когда-то Магнус Карсен выигрывал большинство партий против Накамура. Потом, ну, все стало далеко не так ясно. Накамура давал встречный бой, даже пару раз обыграл Магнуса в различных быстрых сетевых турберах. Здесь вот на Е4 следует Е5. Довольно часто в предыдущие годы, ну, скажем так, или предыдущие времена недавние, Хикаро Накамура, играя Е5, имел в виду, прежде всего, берлинскую систему. Но, опять же, в самое последнее время он отдает предпочтение другой схеме. Сронт Б5 играет Магнус. Ну, опять же, конечно, нужно, чтобы белые сыграли сронт Б5, а не сронт С4. Магнус делает ход сронт Б5. И А7, А6, а не Конь Ф6. И что, мне кажется, можно отметить и стоит отметить, что Хикаро Накамура старается озадачить своего, почти каждого своего соперника, неожиданным дебютным выбором, что имеет свой смысл, хотя также и свой риск. Ну, С23, вот, с первой, скажем так, попытки играет в этой позиции Магнус Карсен. Следует Конь Е7 и после рокировки Конь Ж6. Вот так вот защищает Хикаро Накамура. Вот такие партии были, так играть можно, но, по идее, конечно, белые должны все-таки, ну, белые имеют несколько лучшие шансы. Вот Д4, слон вступает на А7, ладья Е1, рокировка. Бить на С6 и бить на Е5 особого смысла белым нет. У черных мощнейшая контр-игра, все их фигуры оживают. Ну, и после того, что сделал Магнус, то есть слон Е3, ферзь Ф6. Вот хочу обратить внимание, что упорно не делает ход Д7, Д6 Хикаро Накамура. С тем, чтобы в случае слон бьет С6, если белые пойдут на такой размен, взять пешкой Д, а не пешкой Б. А в случае хода Д7, Д6 это было бы невозможно. И вот белые действительно берут, поскольку что-то делать им надо. Бить на Е5 не хочется, явно маловато. Д5 тоже не очень лежит душа играть. Можно было сыграть Конь БД2. Но Магнус решил изменить структуру позиции. Взял на С6. Удар на Д4 промежуточный. Очень важное, сильное звено плана черных. Без него было бы у черных похуже. А тут после слон бьет Д4. Слон бьет Д4. Ну, разумеется, промежуточные удары на Б7 или Д7 не имели смысла. Хотя бы из-за слона бьет Ф2. Потом Ладья Д8 в случае взятия на Д7 слоном. А тут ферзь бьет Д4. Ферзь бьет Д4. Взятие и взятие. С формальной точки зрения, согласно классическим приоритетам, критериям, можно предположить, можно считать, что у белых лучше. Потому что они имеют 4 пешки на 3 на королевском фланге. А у черных порченая структура на ферзь. Иными словами, они в каких-то дальнейших развитиях хеншпильной борьбы не в состоянии автоматически или полуавтоматически образовать проходную. Но этот формальный критерий не очень-то состоятельен в данном случае. И поскольку все фигуры черных оказываются расположены очень хорошо. Дальше. У черных простой план, связанный с ходом С5. Воспрепятствовать белые не смогут. Легкое развитие их слона. И оказывается, что у черных не хуже. Пускай, что у них лучше нельзя, но не хуже. Ну и, в общем, дальнейшее развитие событий доказало справедливость вот этой моей оценки. Слон Е6, конь Ф3, ладья Д8. Ж2, Ж3 играет Магнус Карсон, пользуясь тем, что хотелось бы взять под контроль поле Ф4. А с другой стороны, на Д2 вторжения черной ладьи нет. Поле Д2 прикрыто конем, стоящим на Ф3. Ну, ладья Е8, король Ж2, Ф7, Ф6. Такая вот профилактика. Надо сказать, что довольно быстро действовал здесь Хикаро Накамура. Хотя эта партия основная, а не Армагеддон. То есть, никакой фуры по времени изначально нет у белых перед черными. Но после коня Х4 торгаться на Х6 смысла особого не было. Мог попытаться сыграть на победу, на перехват с помощью Х7, Х5 Хикаро Накамура. До сих пор его игра не вызывает никаких сомнений, нареканий в том, что так действовать надо. Все правильно, он делал черными. Линию Д здесь черные контролируют. Побороться за нее белые не могут. Они могут только воспрепятствовать. Держать поле Д2 под контролем и не позволять черной ладье вторгнуться на это поле. Так вот, после хода Х7, Х5 у черных появляется простой план. Ну, скажем, Б4 играют белые. Ход необязательный. Но все равно я показываю, как черные дальше продолжают. Бьют, бьют. И вот эта позиция у черных лучше. Но, в общем, у белых есть шансы неплохие защититься. Но они, безусловно, слабейшая сторона. Как-то вот так можно играть. Там кони в 7. Черная ладья активна. Черный конь неплох. И так далее. Опять же, белые, вероятно, удерживают позицию. Но у них хуже. Ход Х5 давал реально шансы, надежды, возможность Хикару Накамуру побороться за победу в этой партии. Имея черные фигуры против самого Магнуса Карсона. Но он сыграл конь в 7 Хикару Накамура. И после этого игра более-менее подравнивается. Все-таки Магнус есть Магнус. Вот ладья Е1. Никаких там ладья Д1. Потому что размен пары ладей не решит все проблемы белых. Если черные захватят все равно линию Д. А слон выйдет на отличную позицию. Здесь же слон С6 да. Но пешка Е4 укреплена, защищена двумя ладьями белых. И прорваться, как-то усилить позицию. Черные не в состоянии. И Магнус очень здорово чувствует статический, скажем, и динамический. Но в первую очередь статический потенциал позиции. То есть усилить игру и развить давление черные не могут. Король Ф8. Ну, имело ли смысл здесь сыграть, например, ладья Е8? Ладья Е8, извиняюсь. Атакуя пешку Е4. Нет, просто конь Д2. И ничего не добиваются черные. Конь переходит на хорошую, нормальную позицию. С готовностью вернуться назад. А может быть другой конь станет на Ф3. Король Ф8 играет Накамура. С4, А5, А4, фиксация на фланге. Б6, конь Ж2, Ж5, ладья Е2, пропуская ладью на Д1. Но ничего страшного для белых не происходит. Хотя бороться с этой ладьей с помощью хода ладья Е1 белые не могут. Потому что после взятия-взятия теряется пешка на Е4. И белых, ну, нехорошо отдать пешку за просто так. Зачем? Плохо. Неверно это. Был сыгран конь Е1. То есть Магнус хладнокровно проводит свои маневры. Ход Х6 приводил примерно к тем же последствиям, например, после Х4. Что и ход ладья Е6. Сразу ладья Е6, который сделал здесь Хикару Накамура. Ладья С3. Отступление конем. Конь Е3 атакована нижняя ладья черных. Символически у черных получше. Но размен-размен. Да, у черных активная ладья. Но кого она будет атаковать? Пешку Б3? Тупо пассивно. Белые все равно стоят в этом самом пассиве таком. Вполне надежно. С ладьей на С3. Короче, конь Ф3. И можно было обсуждать лучше или хуже. Что изменилось бы, если черные сыграли ладья Е2. У них все в порядке. Они не рискуют. Но преимущества нет. После ладья Б2 тоже преимущества нет. Конь Д5. Правильный ход со стороны Магнуса Карсена. Безусловно слон бьет Д5. И соперники согласились на ничью. Почему? Ну и было естественное развитие событий. Это взятие. Конь Ф7. Там Аш4, Аш6. Но дальше маневрируем. Стоим на месте. Ничего не делаем. Ладья Белых может переместиться на поле Е3. Если там черные сыграют конь Д6. Сидей в тормозе на Е4. Короче говоря, позиция равная. И соперники согласились на ничью. После чего был назначен Арбагеддон. Через 20 минут по окончании основной партии. Начинается вот эта самая Арбагеддонная. Если партия заканчивается в ничью. И у белых 10 минут, у черных 7. Вопрос, так сказать, как оценить шансы сторон. Ну, во-первых, белых и черных. В первом туре черные дважды преуспевали, а белые только один раз выиграли. Причем нельзя сказать, что так уж совсем по игре. Короче говоря, вроде бы 7 минут против 10 вполне нормальное соотношение времен. Тем более, что мы уже наблюдали, как иногда обладатели черных фигур, когда шли торги за право играть черными, предлагали защищаться с контролем типа 6.50 или что-то такое. Но в данном случае выбора нет. Обладатели белых фигур имеют 10 минут. Обладатели черных фигур 7 минут. Поскольку цвет автоматически сохраняется. И одна секунда, напомню, добавление бонуса после 41-го. Начиная с 41-го хода, если к этому времени партия еще не завершится. Ну, Магнус Карсон сделал тот же самый ход Е2 на Е4. И Нахамура ответил тем же самым вариантом. То есть слон Б5, А6, слон А4, слон С5. 0-0. С3, как мы помним, Магнус сыграл в той партии С3. И там конь Е7. Ну, в данном случае 0-0, все равно конь Е7. То есть черные могли бы сыграть по-другому. Например, там конь Ф6, могли бы сыграть Б5. Все эти ходы возможны. Но на ходе конь Е7 останавливает свой выбор, как и раньше Хикаро Нахамура, показывая, что именно эту систему он взял на вооружение и готов в ней защищаться. Конь бьет Е5. Вот здесь, понимаете, когда белые сыграли 0-0, а не С3, у белых есть возможность конь бьет Е5, которой пользуется Магнус. Трудно сказать, с коллем... Ну, белые могли бы по-другому, скажем, реализовывать ту же идею. Можно, например, сыграть слон бьет С6, конь бьет С6, конь бьет Е5, взятие, взятие Д4. У белых тоже вроде как чуть-чуть получше, но ничего особенного. Но конь Е5 сразу играет Магнус Карсен. Опять же, решение сыграть конь Е7 в ответ на короткий рокеров в ответственное решение за черных. Но поскольку, или судя по всему, поскольку Хикаро Нахамура все-таки решил применить именно эту систему, развигрывать и защищаться именно в этой системе против Магнуса Карсена, логично, что он сыграл конь Е7, допуская вот такое развитие событий и полагая, что после Б5, слон Б3, слон бьет Д4, ферзь бьет Д4, Д7, Д6, ничего страшного с ним, с черным не происходит. Действительно, у белых, ну, чуточку лучше, два слона и так далее. Белые могли бы сыграть, например, Ф4, на что черные вправе ответить С5, ферзь Д2, С4. На взятие взять... Вначале шаг. Важный шаг, конечно. Бить сразу нехорошо. Там, размен, размен, взятие на Ф7 у белых выигрышной позиции. Будет лишняя пешка и черный король в опасной зоне на Д8. Вначале нужно увести ферзяц от поля Д8. Скорее всего, белые разменялись бы. И вот получается такая позиция, которая у белых чуточку лучше. Фигуру черную отыгрывают. Пешка сейчас на доске у черных как бы лишняя, но фигуры нет. На Б3 фигура забирается. Чуточку лучше у белых, ничего особенного. То есть, это можно было бы сделать Ф4, но, судя по всему, Хикару Накамура примерно так бы и действовал, как я вам только что показал. А было сыграно С3. Так поступил Магнус Карсен, освобождая поле С2 для слона на случай продвижения С5, а потом С4. То есть, чтобы слон не поймался на поле Б3. Рокировка, слон Ф4, С5, отступление ферзя, слон Б7. Что если черных? У черных хорошее развитие фигур. Ну, неплохое очень взаимодействие, неплохое взаимодействие между ними. Координация сил, ладья Е1, ферзь С7, слон С2, ладья Д8 и конь Д2. То есть, Д5 пока что не идет, слон, не слон, а конь на Е5 окажется в беде после удара. Поэтому Д5 рановато. Ну, ферзь С8 отступает вот так вот Фабиана Круэна. Опять же, вот не факт, что это идеальная трактовка этой позиции. Но альтернатива какая была? Он, скажем, собирает С4. Но, как мне кажется, на Хикару Накамуру, на его действия в этой партии, кстати, ни в один момент ни одна из сторон здесь, в этой партии Армагеддоновой, не имела острого дефицита времени, в отличие от кое-каких других партий. Я сейчас покажу вам их. Так вот, впечатление такое, что действовало немножко на подсознание Хикару Накамуру того обстоятельства, что ничья в его пульсу. Времени он много не потерял. Он стоит, он спокойно перемещается на основании огромного своего опыта игры в разные виды быстрых и сверхбыстрых шахмат. Ну, Магнус играет Ферзь Х5, тоже логично. Вперед пошли. Ладья Е8. Я уж не знаю насчет Ферзь Ж4. Ну, наверное, можно было сыграть Ферзь Ж4. Но, хорошо, Ладья Е8, не торопимся. Ферзь Наш5 никаких угроз в черном не создает. Ладья Д1, Конь Ж6, слон атакован. Теперь С4. Тематический план. Чуточку лучше у белых. Это понятно. Два слона и так далее. Но ничего страшного с черным не происходит. Ну, кроме преимущества слона над конем. Конь Ф1. Ну, вот здесь что можно сказать? Черные могли сыграть, например, Ферзь С5 и продолжать действовать в той же манере. То есть, чуточку лучше у белых. Можно как-то маневрировать и так далее. Ну, угроза Конь Ф3. Конь Ф3 угрозы нет. Но идеи отскока какие-то могут возникнуть уже в изменившейся ситуации, когда меняются Ферзи. Вот. А решил здесь сразу жестко убегать на ничью. Хикаро Накабура сыграв Конь Д3. Я подозреваю, что это психологическая ошибка. Со временем у него было все в порядке. У Магнуса было побольше времени. От 10 минут у него осталось побольше времени, чем у Хикаро Накабура. От 7 минут. Но сократилась где-то на минуту, до минуты с копейками эта разница. Ничего экстраординарного ни одна другая сторона до сих пор не сделали. Ну, вот здесь в чем идея. После взятия, взятия, взятия. Взятие на И4. Так, партия продолжалась. Ладья бьет И4. Взятие, взятие. Ну, считается в первую очередь что? Ну, бьют на Д6 белые. И тогда у черных полные. Счастье. Тогда взятие, 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 взятие. Шах! Отыгрывается Сурун. А попытка проникнуть на поле А8, что дало бы белым преимущество, то есть сыграть Ф3, нарывается на шах с Х4. То есть так играть нельзя. Это важный момент. Во случае отступления бьем на Д6. Ну, у черных скорее получше, чем похуже. То есть, вот это то, что лежит на поверхности. А если нет? Ну, разумеется, белые не берут на Д6 с Радьёем в связи с этим вариантом. Они отступают на Д4. Ну, кажется, что тоже. Ну, что? Ну, в общем, где-то ничья. Сронт Б7 играет здесь Накамура, поскольку определенные проблемы в сетхи у черных есть. Там Д5, это там Ф3, КНЕ3 и так далее. Д5 пешка слабенькая, у белых отличные фигуры, у черных не очень. Хотя Д5, конечно, заслужило внимания не отдавать пешку. Ничего смертельного с черными бы не случилось. И, видимо, ход Д5 был лучший в позиции, чуточку лучше у белых. А было сыграно слон Б7. То есть Хикар Накамура снова, второй раз подряд. Один раз он сыграл КНЕ3, второй раз он отступил на Б7 слоном. Идет на уступки, после которых у белых то ли лишняя пешка, то ли играть Д5 уже здесь при слоне на Б7 это совсем не то. То есть Д5, ну, можно так поступить. КНЕ3, КНЕ7, вставать такой пассив. Ну, вот этого пассива уж точно Хикар Накамури не хотелось. Хотя, может быть, это объективно правильное решение. На сронах А4 можно сыграть А6. И черные укрепились. И поди пробей эту позицию. Можно сыграть А6. То есть пешка жертвуется, но в результате происходят размены. И вроде бы Нэншпиль должен оказаться ничейным. Но у белых здоровая лишняя пешка при конях. То есть разноцвет при конях и при ферзях. Более существенно не то, что при ферзях, а то, что при конях на самом деле. То есть не будь коней в позиции, я думаю, позиция удерживалась бы легко черными. Потому что ферзь со слоном дополняют друг друга. Ну, как, не дополняют наоборот. Действуют примерно так же, как один и другой по диагоналям. И держать позицию в разноцвете гораздо легче при отсутствии одной пешки. При ферзях, в саранах и ферзях, чем при саранах и конях. А конь, штука коварная. Итак, конь Е3, ферзь Е8, ферзь Д4, как продолжалась партия. Ферзь Б6, серзь С6 с угрозой, ферзь Б2, мат, Ф3. Ферзь Е6, Б3, конь Е7, ферзь Д3. И здесь черным надо было отступить королем. И все-таки ферзей не менять. Вот после этого у белых, конечно, так лишняя пешка здоровая, но выиграть трудно. Опять же, шанс на выигрыш есть, все-таки пешка есть пешка. А было сыграно ферзь Ж6. То есть, это как раз то, чего, ну не то, что не следовало делать, а то, что довольно рискованно. Для черных почему? Потому что вдруг, вот после размены на Ж6, который предпринимает здесь, может быть, недооцинирован, не стал считать Хикару Накамура, считая, ну что, разменяли ферзей, там, будет что, ход черных, конь Е5, наверное, просто ничья. Ну, не совсем ничья, конь Д5, тоже аналогичный ход. Не меняются, разумеется, белые, отступают на Д1, защищают эту пешку. И у белых появляется план с проходом короля по диагонали через Е3, Д4, С5 и Б6. И оказывается, что противостоять этому плану черные не в состоянии эффективно, потому что король черных же куда? На Ф5, на Е6 может пойти, но слонову вырезает. Поля Е5, Д6, С7 контролируется этим самым слоном Ж3. Ну, действительно, вот Ф6 сыграл здесь Накамура. Король ДЕ2. Ну, король Ф5 это что такое? Давайте прикинем, можно ли или имело смысл сыграть король Ф5? Подтягивать сразу короля. То есть белые тот же самый план, тот же самый маневр осуществляют. Ну, скажем, король Е6, король идет вперед, проходит король неминуемо на Д4 и на С5, прорывается все равно на С5, и те же самые проблемы у черных остаются. Хотя можно было бы сыграть Ф5. Вот это действительно аргумент достаточно серьезный. Ну, и не знаю насчет Ф4, там лишняя слабость появится. Может быть, Ж5, скажем, Ф4, слон Е1. Ну, позиция все-таки опасная для черных. Может быть, это было получше, чем то, что сделал Накамура, я не знаю. И там, и там у белых хорошие шансы на победу, определенные шансы. Потому что после Ф6, того кода, который сделал Накамура, план белых проходит, так сказать, в чистом незамутненном виде. Вот прошел король на Д4, дальше он торгается на поле С5, дальше на Б6, и пешка А6 в опасности. То есть, позиция уже просто технически выигрышная. Несложный выигрыш у белых. Вот так раз-раз, несколько неосторожных движений со стороны стульопотного Блицора, как Хикару Накамура, и он попал против Пагнуса Карсена в проигрышную, уже безусловно проигрышную позицию. Конь Е3, на Б6 можно не торопиться залезать. Взяли под держим контролем поле Д5, что пригодится. И поле Ф5 тоже пригодится, чтобы черный конь не выскакивал раньше времени. С4, вот так играет Магнус, образует загодя проходную, поскольку поле Б6 никуда от белого короля не уйдет. Поле Д5 контролируется лишний раз пешкой, и пешка может двинуться вперед, когда белый король встанет на Б6. А воспрепятствовать этому невозможно. Ну, король С8, конь С8, я думаю, не актуально совсем. Ну, давайте конь С8 я сделаю, поскольку я продекларировал некую идею. Ну, скажем, белый усиливает позицию, надвигает пешку до А5, а потом начинает торгаться куда-то конем. Ну, скажем, Д5 на Ф5 по ситуации. Там же 6, конь Д5. Видно, что позиция черных, мягко говоря, опасна, а скорее всего, плоха. Короче, было сыграно Ж5 сразу, так поступил Накамура. Король Б6, слон С6, слон отступает. Магнус хладнокровнейший шахматист. Не торопится в определившихся ситуациях, усиливает положение своей фигуры. Здесь Ф5 сыграл Хикар Накамура, делать уже нечего, и в пешке висит. Конь Е5 совсем плохо, а не Конь Е5 тоже плохо. То есть, на Конь Е5 можно просто забрать, сыграть Конь Е4, и в случае хода Е4 дать шах с Ф6 и забрать пешку Е4. Ну, Ф5, хорошо, Конь бьет Ф5. Конь Е4 с попыткой организовать контр-игру, но это такая дохлая контр-игра, уже без двух черные. Там и на А6 пешка висит, и на Ж5 висит пешка. То есть, совсем худо. Король Б6, три лишние пешки у белых. И после хода Король Б6 с тремя лишними пешками у белых признал свое поражение в этой партии. Хикар Накамура и Магнус Карсон победил в этом мини-матче со счетом полтора на одно очко. Ну, следующая пара, встреча которой я предлагаю ваше внимание, это Лизая Феруджа и Фабиана Круана. То есть, в первом туре оба они проиграли Армагеддоны. Феруджа, может быть, не был обязан это делать. Я показывал эту партию так мельком. Ну, что касается Каруана, то опытнейший шахматист, прекрасный шахматист, высококлассный шахматист, эрудированный и так далее. Но все же в Блице, скажем, он играет похуже, чем в нормальные шахматы. И вот первая партия между Феруджой и Каруаной. Я довольно быстро показываю начало этого поединка. Слон Ф4 сыграл Феруджа. Дальше Е3, вариант так называемой лондонской системы, как сейчас говорят с Рон Ф4 Е3. Но я не знаю уж, почему она лондонская. Некоторые такое название ей присвоили, используют. Короче говоря, ничего у белых при такой трактовке нет и быть не может. Хотя, с другой стороны, что? Рассчитывать где-то как-то перехитрить, переиграть соперника? Надежда есть, шансы есть. Где-то Конь Е5, Конь Срон В5 и так далее. Но черные нигде не ослабились. Х3, хорошо, Слон Х5, пожалуйста. Слон Е2, Слон Е7, Ж4. Ну, здесь белые ходом Конь Х4 получают преимущество, добиваются преимущества двух слонов. Много это или балла. В этой партии начинаются, тем не менее, осложнения или, во всяком случае, некие хитрые изменения структуры. Понятно, что черный слон вступит на Ж6, то белые добьются того, что надо. Возьмут на Ж6 и дальше переведут Короля на Ж2, может быть, и начнут как-то надвигаться, наползать. Два слона в таких ситуациях это немалая сила, дающая шансы на получение преимущества, шансов на выигрыш в будущем. Но у черных есть ход Конь Х5, просто после предварительного хода С4. Важно, заперли центр и сыграли Конь Х5. Вот такая удивительная по своей элегантности идея, которую демонстрирует Курвана. Прекрасная идея, вопросов нет. Значит, если отступить на Ж2, тогда черные могут просто забрать-забрать, отступить, дать еще шах и отступить слоном. И понятно, что белые у разбитого корыта, они стоят похуже, лишились регировки. Ну, можно взять на Ж6, наверное, без особых хлопот белые сделают ничью, но с позиции слабости, а не с позиции силы. Поэтому ЖА правильный ход. И вот здесь происходит нечто довольно любопытное. То есть, понятно, что слон должен отступать. Если слон Ф5, это не так плохо, как кажется на первый взгляд, то Е4, фигура вроде бы выигрывается, все равно некуда отступить. На самом деле, после хода Ж5 у черных мощная контр-игра. За фигуру после слона Е3 фигура все равно теряется, но ферзь С7. И важно, в главном варианте, ну, можно отступить на Ф2, там другие, так сказать, пироги. Ну, вот идея основная стоит в том, что черные играют Конь Е7, отдали позиционную фигуру, лезут Конем на Ф5 и имеют хорошую компенсацию. У белых все-таки получше с лишней фигурой, но ситуация совершенно неясная. Вот удивительная, опять же, штука. Черные поля Е3 и Ж3 очень ослаблены у белых. Ну, на это идти не хочется черным, это понятно, отдавать фигуру за какую-то компенсацию, пусть и неплохую. Тем более, что слон Д3 дает лучшие шансы выйти сухими из воды, хотя все-таки у белых здесь получше, хотя они лишились рокировки. И смотрите, что происходит далее. Белый играет Конь Ф1, пешка Д3 вроде бы обречена, но все не так просто. Черные могли сыграть слон Ж5, кстати. Это был лучший ход, который уравнивал игру. Вот слон Ж5, слон Ж3, наверное, потому что допускать удар на Ф4 белые не могут, бить на Ж5 тем более неразумно. Ферзь бьет Ж5, у черных все хорошо. А после слон Ж3 и ферзь Б6 отдается пешка Д3, но не сразу, сразу брать нельзя, висела пешка на Б2. И ходом ладья Ц8, черные получают определенную контр-игру. Правда, Х4, слон Х6, король Х3, белые маневрируют, все-таки пешечка на Д3 слабая. Ну, можно было так вот сыграть. Видимо, ход заслужил внимания. Сыграл здесь по-другому. Ферзь Е7. Фиба Верфибиана Каруана, взятие, ладья Д8. То есть, он отдал пешку, но считает, что компенсация определенная есть. И действительно, какая-то компенсация есть. Вот Ф5, наползают черные, рокировку они сделать могут. Ферзь Ф7, не торопятся, пешка на Х5 слаба. Играть Х6 не хочется. Конь Д2, бить пешку тоже сейчас нельзя. Пешка Ф3 защищена, поэтому на Ф5 следует ладья, бьет Ж7, ничего не отдавая в ответ. Слон Ф6, теперь Ф5 угроза. Слон Ж5 играет белые. Ну, Х6, я вот не знаю, понимаете, вот здесь взять и сыграть Х6. Что это такое? Почему так не поступил обладатель белых фигур Альрида Феруджа? Я не знаю. Это было более логично, потому что все-таки пешка сохраняется. И там, ну, можно Слон Ж5 сыграть, можно как-то еще, в таких у белых получше, понятно. А было сыграно Слон Ж5, отдавая пешку Х5, портя пешки черных, ну и вроде как у белых получше все-таки. Но для того, чтобы у белых было получше, нужно сыграть Ферзь Б5, атакуя пешку Б7 и сразу же завязывая соперника защитой своей пешки Б7. То есть, что делать? Ну, Ферзь Ф7 вроде надо играть. Теперь ладья Ж2, потом ладья Ж1 и так далее. И черный не успевает противодействовать эффективно этой перегруппировке. То есть, ладья Ж8 нельзя из-за удара-удара взять и на Б7, а иначе черный скован на своих маневрах. Что делать с королем, не совсем понятно. То есть, у белых все-таки получше. Ну, Ферзь С7, шах, правильный ход. Ф4, теперь король Ф7, вот так вот черные защищаются. Но тогда Ферзь возвращается на Е2 с угрозой Ферзь Х5. Далее можно сыграть Ферзь Х5. И здесь уже белый, ну, прямой накат на королевской фланге не идет, потому что можно сыграть... Можно сыграть ладья Ж8? Можно сыграть ладья Ж8 на этот ход. Потому что на взятие на Ж6 берет черное не ладье и пешкой, разумеется. И никаких угроз нет. Ну, все-таки так у белых посимпатичнее, поддавливают они и так далее. Вот. Можно сыграть здесь не ладья Ж1, а А4. И те же самые идеи. То есть, белые держат соперника со всех сторон довольно плотно. Черные должны аккуратно защищаться в худшей позиции. Ферзь Б5 сохраняла за белым преимущество. И отдача пешки хотя бы отчасти была, оказалось бы, оправданной. Возвращение лишней пешки белых сопернику. Хотя не и так. Все равно, может быть, зря. Ну, был сыгран на конь Б3. Позиция его равнивается, поскольку черный играет королью в 7. Это важно. Не бить на Ф3. Ну, оставили пешку на Ф3 под ударом. Почему бы не взять? Нельзя. Потому что тогда конь С5 висит на Е6, висит на Б7. Ферзь на Ф3 не боец. Один. Одиночка. Ну, если шах, то ладья Ж2. Короче говоря, белые добиваются просто решающего преимущества, если черного взяли бы на Ф3. Но. Корольев 7, разумеется, играет каруана. Заг, где защищает пешку. Уводя короля из опасной зоны. Пешка на Ф3 подвисает. Хотя не в пешке, а в шахматы играем. Короче говоря, конь С5. Ну, и теперь вот можно было сыграть и ладья А с Ж8. Но решил здесь ладья ДЖ8 сыграть в этой позиции Фавиана Каруана. Учтя совершенно точно, что после хода, ну, любого хода. То есть, взятие на Б7 было. Если ферзь Е2, тогда ладья Ж6. И то же самое. То есть, конь Б7 и ладья Ж8 получаются та же позиция, которую мы видим в партии. В конь Б7 было сыграно. Ладья Ж6, тот же самый план. Сильнейший план за черных. Черные отдали пешку, но создают определенную угрозу. Вот ферзь Б5. И план защиты черных. Это ход ладья Ж8. Зеваем коня. И вообще-то блицы, менее опытные соперники могли бы так рвать. Ну, играющий белый взять этого коня. Вроде прямых угроз нет. Там белые сами угрозу создали. Страшные ферзем и так далее. Но они, белые, пропускают мат два хода, который можно так ненароком зевнуть. То есть ферзь Б5 и линейный мат с помощью хода ладья Ж6. Поэтому конь не уязвим. Так не поступил, разумеется, в этой позиции Лида Феруджа. Низевнул мат два хода. Сыграл конь Д8. Ход лучший. Потому что взятие на Ж6 это опасная штука. Ну, давайте прикинем. Во всяком случае, белым ничего этот ход не дает. Никаких дополнительных перспектив. Все равно ничья, разумеется. Тот же самый ход конь Д8 можно сделать. Потом дать вечный шах. Ферзь Д7. Шахи, шахи и так далее. Ну, конь Д8 сразу поступил так вот в этой позиции. Так сыграл здесь Алирида Феруджа. Что делать? Ну, если конь Д8, то тоже ничья. Вот это все равно ничья. Белые ничего больше у вечного шаха не имеют. Но вечный шах у них безусловно есть. Ладья бьет Д8 было сыграно. Взятие. Ферзь бьет Ф3. Здесь уже черные, в общем, готовы дать вечный шах. И после хода Ферзь бьет H7. Подсоперники согласились на ничью. Кстати, 32 хода сделано. 32 хода предлагать ничью нельзя. Но в любом случае, абсолютно вынужденный вариант. Это вот такой шах, шах, шах. И Ферзь Ф3. Ничего большего у черных нет. Меняться на G1 нельзя. Проиграют черные. А тут вечный шах. Банальный и так далее. Арбагеддон. И в этой паре тоже Арбагеддон. Цвет фигур сохраняется. Ферзь Белыми, Калуаны Черными. 10 минут у Ферзь и 7 минут у Курвана. Я уже говорил, отмечал то, что Ферзь, конечно, очень интересный шахматист, импровизатор и так далее. Молодой, талантливый, великолепный блицор. Но Курвановский шахматист невероятно классный. Прекрасный аналитик, эрудированный и так далее. И вот эти, конечно, эта совокупность достоинств дает ему определенные бонусы в игре с любым соперником. И в данном случае мы это увидели. То есть Ферзь начал затевать затеи. Но Коня в 3 еще ничего особенного. Д5. Б3 это уже ход полупассивный. Хотя белые могут себе такое позволить. Слон Ф5. Слон Б2. Конь Ф6. Ж3. Еще один. Ну, дебю третий какой-то такой. Д3. Ну, это уже не совсем дебю третий. Что-то такое совсем боковое. Конь Х4. Преследуя Черного Слона. Гонит нас. Уходим. Ни на Ж4, ни на Ж6. Чтобы никаких разменов этого слона на коня белых не было. И что? Слон Ж2. Теперь Е5. Захватывает центр. Благо, белый конь ушел куда-то на бок. Второй конь не вышел. Пешка Д5. Пешки Е5 защищены. Е4. Слон Ж4. Атакуем Ферзя. Ферзь С1. Слон Е7. Ну, можно подвести итоги дебюза уже сейчас предварительные. У Черных просто лучше. То есть, белые рядом таких вот витиеватых маневр, туда-сюда-обратно, уступили Черным все на свете. В центре у Черных просто получше. Черные играют как бы белыми. Конь С3. Так было сыграно. Д4. Конь Е2. Ну, я не знаю насчет хода Конь Д5. Там пешка оказывается... Конь Н4 в плохом положении окажется. То есть, Конь Д5, если только просто взяли-взяли Конь Б4, как я понимаю, и угроз сразу две возникает. Во-первых, Слон Д4, во-вторых, Конь бьет Д5. А белые ничего не добились, просто хуже стоят явно. Короче, Конь Е2 поэтому было сыграно. Тоже не подарок. Ж6, чтобы Конь никуда вперед не лез. А Черные профилактируют все на свете. Но Ф4 рановато было сыграть, поскольку после Конь на Н4 опять же в беду попадал. То есть, это нужно с этим считаться. Конь уходит с уязвимой позиции на Н4. Конь Д7. Черные перегруппировались построиндийски идеальным образом. Ну, короче, полностью переиграл соперника на этом участке борьбы Фебиана Каруана. На Ж4 Конь лезет. Ну, может, во всяком случае, встать. Конь контролирует все ключевые поля. Конь встал на Ж4, как я уже говорил. Взяти-взяти. А2, А3. А5. Ладья Ц1. Ладья Ц8. Конь Д2. Ну, с горя. Куда еще сманеврировать-то? Некуда маневрировать. А Черные постепенно зажимают соперника. То есть, играет очень так четко, уверенно. Фебиана Каруана эту партию. Допали до времени, во всяком случае. И более того, Алисафер Руджа потратил уйбу времени. Он осознал, он видел, он чувствовал, что он идет куда-то не туда. Разыгрывает непонятно что и непонятно как. Получил хуже. Надо что-то искать. Позиция такая, хороший столбик в пользу черных. Почти технически выигрышная. У белых пассив. Нет планов. Ну, надо что-то делать. Ферзь Д2. Где-то на А6 может подвиснуть. Там взятие на Ж4 конь А2. На Е2 брать не хочется. Это разгрузка. Короче говоря, король А7. Пешку защитили. Ладья Ц2. Ферзь Ф6. Атакован конь. Защищает своего коллегу другой конь. Белых, поскольку отступать конем нельзя. И за ферзь бьет Ф2. Пешка Ф2 оказалась бы под ударом. Приходится еще в больший пассив уходить. Совсем плохо. Ну, король Ж8 сыграл Каруана. На самом деле, ход конь Б4 выиграл просто форсированно. Не очень сложный удар. Он имел место быть. И он выиграл просто форсированно. Потому что черные прорывались по линии Ц. Ведь бить на Б4 не сразу, не постепенно нельзя. Из-за слонга Б4 с потерей ферзя. Ну, или там слон С3 всего на свете. То есть, совсем плохо. По линии Ц просто черные вторгаются. Выигрывают рукой. При том, что времени было больше у Каруаны. Тоже не был важный фактор. Но он король Ж8 сыграл. Белым делать нечего. Они играют как-то вот так. Теперь уже белый король ушел из-под связки. Конь Б4 не идет. Поскольку связки после АБ и слон Б4 не будет. Король Ж2. Слон бьет Б3. Отдана пешка. А что делать? Черные не торопились с этим взятием. А белые не могли эффективно защитить эту пешку. Ну, взяли пешку. Совсем хорошо. Б4. А4. Черные сыграли КЕ7. Ну, нормально. КЕ7. КЕ7. Сохраняем контроль над линией Ц. Чтобы ничего не вышло. КЕ2. Ну, что можно сказать? На самом деле, ходу конь возвратным движением. Черные готовили взятие на А4. Взятие на А4 можно было осуществить сразу. Ну, зачем такой КЕ7 сыграл Куруада? Ну, вместо этого он решил сыграть ладья Ц3. На это он уповает. Ход, который сохраняет за черным перевес. Беспорный. Но он резко уменьшается. И с технической, ну, абсолютно выигрышной позиции. Позиция становится просто с преимуществом у черных. Конь бьет Ц3. Взятие. Слон бьет Ц3. И ферзь бьет Ц3. То есть, белые что получили? Белые, во-первых, получили нормальное расположение сил. Более-менее. Не такое зажатое по всем направлениям. И они получили ладью и пешку за две фигуры. За коня и слона. То есть, в общем, туда-сюда. Преимущество какое-то есть. Но преимущество так нельзя сказать, что это решающее. Лучше у белых, то есть, лучше у черных, безусловно. Уступил очень сильно Куруана. Слон Ц8 еще один код. Что здесь еще важно? Ферруджа имел очень мало времени. Он играл на секундах буквально. И это, мне кажется, дало в психологическом плане ему дополнительный шанс. То есть, его соперник Куруана исходил из того, что, ну, Ферруджа в жутком цейтноте. Нехорошо ему, тяжело и так далее. Где-нибудь он ошибется. А я начинаю играть рукой, не очень-то думая. А вот это, ну, это стандартная психологическая ошибка не очень опытных шахматистов. То, что она оказалась подвержена этой ошибке, этому психологическому механизму оказался Фабиана Куруана, конечно, удивительно. Но, тем не менее. Ну, с С8 ход неправильный. Слон Б5 давал черным ясное преимущество. А после хода С8 все более-менее. У белых нормально. Нужно было сыграть странным образом. Слон Б8 сохраняет плюс. Теперь нельзя брать на Б8, потому что конь Е3 шах. На Аш-3 сурон висит. Причем, если отступить, то все равно на Аш-3 висит. А если взять, тогда шахом возьмем этого сурона. А затем взьем на Б8, выигрывая Ферзя. То есть, так играть нельзя. Ферзь Б8 плохой ход. Нужно было бы отступить. Ну, как-то Ферзь Д6. Перегруппировываемся. Стабилизируем ситуацию. И все-таки фигура. Две фигуры за ладью здесь в пульс у черных. Потому что пешка лишняя у белых не чувствуется. Опять же, белые могут сопротивляться. Но у черных лучше. А после хода слон Б4, который сделал здесь вместо этого куруана, ситуация становится неясной. Ну, правда, вот дадо ли было играть конь Ж5, не факт. После ладья Ц4 у белых точно не хуже. Они активизируются резко и так далее. Но на секундах играл Ферриджа. Он сыграл конь Ж5. Снова у черных плюс. Слон Д2. Правда, слон куда-то полез. Лучше было сыграть Ферзь Д6. Ладья Ц7. У белых появилась активность. Вот позволили белым активизироваться резко черные. И конь стоит вроде более-менее по делу. Конечно, черные вроде подумали его взять. Но времени на это нет. Конь висит. Слон подвисает где-то как-то. То есть, в общем, встречная игра. Ну, черные сыграли ладья и 8. Ответ белых коня в 3. Конь ушел из-под удара. Атакует черного слона. И теперь ходом слона 6 черные сохраняли равенство. Не более равенство. Примерно равная позиция теперь при материальном, также примерном равенстве. Ладья и пешка за две легкие фигуры. Но вместо этого слон Б4 сыграл в этой позиции Куруана. Еще раз повторюсь. Это важно отметить, что время было у Куруана гораздо больше. Заметно больше. Две с чем-то минуты у него. А у Феруджи там просто 20 секунд или что-то такое. То есть, вроде бы зевать должны были белые, а не черные. Но зевнули черные. Куруана сыграл слон Б4. И пропустил двойной удар. Банальный достаточно двойной удар. После чего, ну все. У белых абсолютно выигрышная позиция. Одним ходом зевнули черные целую фигуру. И из чуть лучшей, ну примерно равной позиции, они получили плохую. Конь С6. Лучше уж отдать коня, чем слона. Ферзь бьет С6. Ну и дальше дальнейшее развитие событий я показываю постольку поскольку. Так как, несмотря на дефицит времени, играл безупречно дальнейшую часть партии. Здесь Феруджа. Он взял на Б3. Уже у белых лишние ладья. И Фабиано Куруана признал себя побежденным. Ну и наконец, последний пункт нашей сегодняшней программы. Это поединок чемпиона мира Дина Лежения с Рамеш Бабу Прагнанадхой. Рамеш Бабу Прагнанадхой один из лидеров. Был таковым после первого тура. Он Армидиддон выиграл после ничьей предварительной. Я извиняюсь. Я не сказал самое главное. Партия Дина Лежения с Рамеш Бабу Прагнанадхой. Медленная партия. Закончилась также в ничью. Там были какие-то свои нюансы. Но я решил ее основную первичную партию, медленную партию не показывать. А сразу начать с Армагеддона. Это Армагеддон. Это Армагеддон после стартовой ничьей. Дин Лежень против Рамеш Бабу Прагнанадхи. 10 минут у Дина. И 7 минут у Прагнанадхи. У Праги. Рамеш Бабу Праги. Итак. В этой партии, Армагеддоне, был сделан первый ход. Где же у меня там? Вот. Был сделан первый ход С2 на С4. Прагнанадхой ответил. Коньев 6. Ж2, Ж3. Е6. Срон Ж2. Д5. И Коньев 3. Ну, мы знаем, что Дин Лежень очень любит различные каталонские, английские и так далее. Построение с Фианкетто Крадевского Солона. Выводом на Ж2. Сходом С4. И дальше или белые Д4 играют или нет. В данном случае черные не допускают. Исключают. То есть Срон Е7. А наверное, белые бы сыграли Д4. Скорее всего. Но Д4 сразу сыграл Прагнанадхи. Что, я уж не знаю, приветствовалось или хотя бы отчасти одобрялось Дином. Это продвижение. И Дин расставляет фигуры как надо. То есть стандартная расстановка Е3. Ну, Д3 это здесь рановато. Немножко не то. Пешка окажется в опасности. Поэтому Конь С6. Теперь Д3. Такая вот индийская защита с переменной цветов. И с двумя лишними темпами. То есть очень хорошая для белых редакция. Где белые сильнейшая сторона. Безусловно, вот Конь А3. Бить на А3 это похуже позиция будет у черных. Конечно, можно так поступить. Но не делает этого Прагнанадха. Слон Ф4. Слон С5. Конь С2. Белые готовят ходом А2, А3 продвижение Б4. Черные препятствуют этому делу с помощью хода А6. А7, А5. Б2, Б3. Опять же, стандартные перегруппировки. Черным нужно 5 играть, мягко говоря, не хочется. Е5 тоже не готовы к этому черные. А у белых все фигуры стоят хорошо. Даже Конь на С2 по делу. И поле Д4 контролирует пешку. Их Б4 готовят. Короче говоря, чуть-чуть лучше у белых. Вот слон наступает добровольно с идеей провести Б3, Б4. Черные надвигают пешку в центре. Белые проводят Б4. Слон наступает, чтобы не уступать по всей площадке. Все на свете. Но белые надвинулись уже. Пешечный клин образовали такой. Теперь ладья С1. Уводя ладью с линии А. Хотите брать, берите. Хотите вторгаться, вторгайтесь. А куда вторгаться, что там делать. И, короче говоря, взятие, взятие. Ну и теперь черные должны, по идее... Ну как, лучше было черным сыграть Конь на С6. У белых легкий такой, но стойкий плюс. Плюс равно в этом случае. Не буду продолжать вариант и предлагать какие-то решения. Скажу лишь, что ладья Б8 сыграл прогнонантка. Ну, видимо, идея надвинуть пешку Б. То есть, ладья уходит в добровольно с открытой линией. Белые играют Конь А3, пользуясь этим обстоятельством. Конь лезет на С4. Может быть, ТБ5. Скорее всего, на С4. Ответ черных Б7, Б5. Препятствуя, ограничивая возможности соперника. Нужен ли этот ход? Правильный ли этот ход? Я не знаю. Код идейный. И ради этого хода, ради того, чтобы сделать его, черные сыграли ладья Б8. Поэтому по-другому вроде как играть уже и нельзя. Подписался Ромеш Бабу под тем, что он сыграет Б5. Белые бьют на Б5. Вот это, конечно, неожиданность. То есть, если бы не это взятие, тогда стратегия черных хотя бы отчасти могла бы быть призвана логичной. Дальше можно перевести Конь на Д5. Все-таки нейтрализовали давление белых. Конь С6 хороший блокер. Но Конь бьет Б5. Что здесь можно сказать? Невыгодно ладья бьет Б5. Это ход не было сделано. И за ферзь А4 оказывается, что никак эту ладью не защитить. Ни С6, ни конем совсем, ни ферзем. Иными словами, выигрыш материала на лицо, ну, скорее всего, лишние пешки. Потому что на взятие на Б4 конем следует ферзь бьет Б5. Ну, а в случае отступления ладьи ферзь бьет С6. У белых лишняя пешка и шансы на победу. Значит, можно было сыграть Конь бьет Б4 здесь. Вполне нормальный ход. Тогда белые, наверное, пошли бы вот на такой вот вариант. Опять же, ладья под ударом. Нужно играть. Лучше всего играть ладья бьет С5. Иначе белые разобьют сильную инициативу. У них проходная пешка и так далее. А тут у черных качество за пешку и определенная компенсация. Но понятно, что эта позиция у белых все-таки получше. С лишним качеством. Ничего смертельного. Так, заведомо. Может быть, Е4 черные должны сыграть. Пойти на какие-то такие варианты. Активизироваться в центре. Контр-игра у них есть. Там ладья Е3. Ладья бьет Е4. Ферзь Е1. Ну, условный вариант я показываю. И качество за пешку. Материальные преимущества у белых. Лучше у белых. Хотя, может быть, не выиграно. И выиграть трудно. Ну, вместо всего этого. Вместо хода конь бьет Е4. Я служил его внимания. Вместо плохого хода ладья бьет Е5. Который просто проигрывал пешку без компенсации. Сыграл слон А6. Раймежевого бургананка. И белые ответили конь Д6. Надо ли играть конь Д6? Ну, вроде бы да. Потому что, ну, уже подписались. Идти вперед. Конь связан. То есть, конь атакован. На Д3 пешка стоит позади него. Конь Д6. Взятие-взятие. Черный играет конь бьет Б4. Надо ли это делать? Наверное, надо. На Д3 брать. На Д6 висит. Ладья бьет С6 угрожает. Потом конь бьет Б4. Вроде правильный ход. Ферзь А4. Висит конь. Висит слон. Черный отвечает. Конь бьет Д3. Ферзь бьет А6. Ну, и теперь правильное решение было. Конь бьет С1. А Раймежевого бургананка взял на Е1. Что существенная неточность, как выяснилось. Вскоре. Что здесь получается? Лучший ход взятие слоном. Потому что нужно противостоять по линии Е4. Черные пешки, которые готовы надвинуться. Лучший ход за ладья Б6 за стороны черных. И после ферзь А3 и ферзь Б8. Вот так вот черные начинают держаться. Хотят взять пешку. У белых получше после ферзь А4. Ферзь бьет Д6. Слон А3. То есть белые уже отдали две пешки. Ну, и сломы черных ладья и две пешки за двух слонов. Но у белых стали очень хорошие фигуры. И пешку одну белые назад отбирают в любом случае. Может быть лучший ход за черных вообще ладья А6. Ладья А6. Поскольку там конь Б4 идеи какие-то возникают при отступлении ферзя. А тут вроде какая-то разгрузка. Взятие-взятие. Ну, вот здесь вот черные не обязаны, конечно, проигрывать. То есть слона Слон А3. Можно сыграть, атаковать коня. Конь Ф8. Ладья Е5. Ну, по идее, понимаете, вот Эншпельд 2 слона против ладьи. При том, что все фигуры остальные будут разменены. Пешка Д4 уничтожена. Ничейный. Поэтому шансы на спасение на ничью у черных были бы хорошие после конь С1. Было сыграно конь Е1. Это неточность. Здесь белая ладья занимает гораздо более удачную позицию. Атакует пешку по центру. Ладья Б6. Ферзь отступает. Ферзь Ф6. Ну, и конь бьет Д4. Конь бьет Д4. Надо ли было зевать вот так вот? Ну, как зевать? Уступать. Ферзь Б8 можно было сыграть. Ферзь Б8 было вроде более логично. Слон Ф1. Белые начинали перегруппироваться. Ладья Б3. Ну, не такое существенное вторжение для черных. Там Ф4 висит конь. И слон все равно выйдет. И на Е5 слабость остается. А после Ф6 взяли эту пешку. Ну, черные забирают на Д6. То есть, ради этого они на это все пошли. И не факт, в общем-то, что это позиция выигрышная у белых. Но шансы неплохие. Потому что миттельспильный характер борьбы. Фигуры скачут возле черных фигур. Некоторая дисгармония у черных наблюдается. И вот конь Д6. Ну, конь Д5, я не знаю. Конь Д5, конечно, полузевок или просто зевок. Но у белых действительно из-за идеи конь Д6. И возможности наката такого фигурного на позицию соперника. Шансы на выигрыш приличные. После конь Д5 все совсем просто. Конь Д6. Висит конь на Д5. Висит ладья на Е8. Конь Б4. Взятие. Ну, конь С2. На это издалека. Это все-таки уже блиц был, по сути дела. Времени не так много у парадонанхи. Хотя какое-то время у было. Ну, вот он дал вилку. Все, хорошо. Увы, ах. Ферзь А8. И оказывается, что брать ладью-то нельзя. Из-за мата в один ход. Конь Ф6. Из-за мата в один ход. Ну, конь скоро это делать нельзя. Приходится уходить королем. И черный просто без фигуры и без компенсации. Слон Е4. Ужас, ужас, ужас. Ф5. Правда на Е8 висит конь. Слон бьет С2. Ладья бьет С8. На Ф5 взять не удается. Из-за ладья бьет А8. Ну, хорошо. Не надо. Фигура старше. И позиции совсем безнадежные у черных. Дин Лежень уверенно доводит это самое свое преимущество в форме лишней фигуры до победы. Ладья Б3. Ладья Ц5. Слон Д1. Слон Е2. Ну, я делаю ходы как-то вот так вот уже полурефекторно. Потому что ничего интересного нет. Никаких возможностей сопротивляться эффективных у черных нет. Как Дин усиливает свою позицию. Пешку Даш5 технично довел. Зафиксировал соперника. Дальше Ладья Б5. По шестому, по пятому ряду полная доминация. Слон уступает с идеей Ф4. Ферзь отступает с идеей взять на А5. Ладно. Берите на А5. Мы возьмем на Ф5. И затем мы играем Ладья Е5 и берем на Е4. Ну, вот Ф8. Ферзь бьет Е4. И Раймеш Бабу Прагнананха признал себя побежденным. Итак, как закончились партии второго тура? Точнее сказать, мини-матч на турсорионе мужчин. Магнус Карсон, сыграв ничью с Хикаро Накамурой, выиграл Армагеддон белыми. И вообще белые продоминировали в Армагеддонах. Все партии основные в соревновании мужчин закончились ничью. Но все Армагеддоны выиграли белые. Хотя Али Резай Феруджа, конечно, благодаря жуткой прухе это сделал. Обыграл Фабиана Круана, попав в совершенно безнадежную позицию. В результате, после всего этого, положение в турнирной таблице после двух туров оказалось следующим. И наличие лидерства захватил Магнус Карсон. Выиграв два Армагеддона, набрав три очка по полтора в каждом туре. А те шикматисты, которые делят сейчас второе и пятое места. Один Армагеддон выиграли, один проиграли. То есть это Хикаро Накамура, Рамеш Бабу, Крадонанха, Али Резай Феруджа и Дин Лежень. У них по два с половиной очка. Я не могу сказать, что это из шести возможных. Ну, можно сказать, конечно, или там даже, да, из шести возможных, да. Ну, по два с половиной очка. И замыкает турнировую таблицу, проиграв оба Армагеддона после двух ничьих в основное время, Фабиана Круана. Любопытно, что на турнире женщин, о котором я вообще почти ничего говорить не буду, тоже доминировала такая вот ничейная смерть в основное время. Правда, сегодня, вчера все партии закончились в ничью в основное время на турнире женщин, а сегодня Рамеш Бабу Вайшали выиграла у своей соотечественницы Хумпи Канеру, и она единолично возглавила турнирную таблицу. Я не буду рассказывать, что соревнования женщин, как-то оно, на мой взгляд, менее интересно. Я думаю, для большинства из вас, большинства любителей шахмат. Короче говоря, единоличное лидерство захватило несколько неожиданно для многих индийская шахматистка Рамеш Бабу. Ну что ж, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Ну, хочу сказать вам, что мы с Мариной выходим в эфир, можно сказать так, на общественных началах, то есть никто нам не помогает, кроме наших сыновей, которые обеспечили нас соответствующим программным обеспечением и моральной поддержкой в случае необходимости решать какие-то компьютерные проблемы. Поэтому поддерживайте нас, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш канал, те, кто не сделали этого ранее. Ну и, разумеется, обыгрывайте своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очном режиме, так и заочно, то есть в сети интернет. А пока, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!